Доброго здоровья, Тигран! И вам всего самого наилучшего, уважаемый Геннадий Петрович! Ага, спасибо! Значит, на канал пришел вот такой вот отзыв. Значит, пользователь такой-то пишет, но тем, кто не может купить это зелье, что делать? Геннадий Петрович, попросите, пожалуйста, дать рецепт этого зелья. Пусть люди, такие как мы, сами смогут его приготовить. Сами смогут его приготовить. Есть вещи выше денег. Изобретатель возвратится добро в 100 крат. Я со своей стороны дал вот такой вот ответ. Это какой-то солевой состав с кислым вкусом. Это зелье. А масло, порошок, кремни смешанный с маслом. Это все, что я знаю? И пользователь этот опять говорит, надо секрет открыть людям. Какой смысл скрывать? Меньше покупать не будут. Далеко не все будут сами готовить. Так что на бизнес это не повлияет. Кто купит, а кто сделает сам. Как тадикам. Почти все его покупают. Мало кто делает сам. Итак, я в свое время с тобой беседовал. И ты кое-что мне пояснил. Почему этот состав, ну будем так сказать, навряд ли кто сделает. Да, я с удовольствием объясню эту ситуацию. И с вашего разрешения я сравню с тадикампом. Как бы в аналогии с тадикампом станет более ясно. Тут дело не в моей жадности и не в моей глупости. Я в первую очередь очень, по сути, человек, который согласен больше делиться, чем брать. Но, допустим, если сравнить тоже с тадикамп, это все знают, это керосин. Туда что не кинет, допустим, все знают, что останется керосином. А если взять, к примеру, мое масло, это очень высокотехнологический процесс. Это не так, что взяли там, допустим, того-сего, намешали и получилось. Тут нужны строгие пропорции, строгие понимания ситуации. Те же контакты с теми же лабораториями, куда оно поступает, скажем так, этот компонент, тот же кремий на ионном уровне. Понимаете, это высокотехнологичная ситуация. Здесь нет ситуации взять того-сего, кинуть, растворить. Можно очень большую беду сделать даже. Я думал об этом. Хорошо, хорошо, Тигран. Я сейчас, как бы сказать, подчеркну твои ответы. Первое. Невозможно приобрести, допустим, в маслах тот кремний, который действительно бы работал. То есть этот, как ты говоришь, на ионном уровне. Это обработанный каким-то способом кремний. Это, конечно, мои личные контакты, Геннадий. Да, личные контакты, все. Нет, ну я сказал, особо обработанный кремний, который невозможно в природе получить. То есть не то, что я взял сейчас, грубо говоря, кремниевый песок, его там растер в пыль и сделал. Да это детский сад. Детский сад. Детский сад, хорошо. Значит, люди просто не достанут такого кремния, который ты используешь. Раз. Да, абсолютно 100%. Вот, даже не будем говорить, там пропорции, там скрывать, не скрывать или так далее. А дальше еще сложнее. Комбинацию нужно составить именно в той пропорциональности, потому что если переборщи в одну из комбинаций, допустим, из одной из составляющих, можно на бедокуре, где человека убить. Вы меня извините. А, хорошо. Значит, состав. И тут вот еще вот такая вещь, как бы сказать, проявляется. Человек, ну да, в данном случае ты, разработал вот эту рецептуру. Это его является, ну, будем говорить, собственностью, так, своими словами, да? Рецептуальная собственность. Да, и делиться вот просто так, это, ну, кто-то может поделиться, а кто-то не хочет этим поделиться. Тут, как бы сказать, ясно и понятно. Но, в основном, это то, что ты говоришь, вот эта пропорция, ты там, насколько я понимаю, где-то там взвешиваешь какой-то технологический процесс и так далее, и так далее. Абсолютно его надо выдержать, это технологический процесс. То есть, это не просто так, что действительно тадикамп намешали, то-се-пято там сделали, и да, и нормально там она пойдет. А это совершенно... Тадикамп, это керосин, и плюс, да, какие-то гвоздики, вы с гвоздикой. Да. Киньтесь, там, что вы там кидаете, будет с тем, какая разница. Там финансы, они-то керосина, по сути. Так что, так что... Мы с вами делили, извините меня, мы, когда я обращаю вам огромное спасибо, три травы, мы собрали, допустим, одуванчик, лопух, подорожник, рецепт, чем плохой рецепт, то очень эффективный, мы просто так в люди отдали. Да, без всякого, потому что они могут самостоятельно там что-то сделать. Да, абсолютно верно. Пускай люди не будут наивны, что в жизни все так просто, взял того, вот его накидал, даже одуванчик, лопухом толком не могли собрать, понимаете, комбинацию составить. Ну да. Я думаю... Отзыв был, что Наташа Флоронежа, она же собрала, не так собрала, скинула еще туда трапезы, добавила, выпила целый литр, ей плохо стало. Ну да, дозировку надо соблюдать. Все... Просто травы не смогли повторить, а тут... Можно я обращение сделаю? Давай. Уважаемые подписчики, я вас очень прошу, тоже зелье, оно стоит вообще очень до такого степени дешево, что просто даже об этом их даже... Ну, говорить даже, ну, это самое... 100 рублей стоит 0,5 литра, понимаете? Ну, это те цены, которые, допустим, я сделал, уже именно уважая, скажем так, людей. Вот столько моего, настолько хватило моего уважения, скажем так, минимизировать свои доходы, потому что я понимаю, что в основной массе населения денег нету. Вот и все, дорогие мои. То есть им надо все-таки проявлять уважение и понимание к вот таким вот вещам, что это разработка, это так, то есть отдать какой-то дань уважения, уж не говорим особо там о денях, и не упрощать вот эти все вещи, которые не могут быть упрощены. Все, благодарю тебя. Смотрите, ваш ответ какой был, когда вы насчет станка? Вы что сказали, когда покупали? А я сейчас буду говорить насчет этого, вторая будет часть моего видоса, поэтому я буду говорить насчет этого тренажерного станка. Слушай, ага. Потому что все на места как-то надо ставить, это очень правильно вы делаете. И это, и встав сейчас, вот в этот, в тот видос встав свои контакты. Ну все, благодарю, разъяснил, рассказал. Все, это четко получилось, правда? Да, обнимаю. Счастливым. Понятно, ну все, до свидания тоже. С уважением к вам, до свидания. До свидания. Я благодарю вас за то, что вы откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.